Всем привет! Это каталог воблеров и Якуца и Сергей. Сегодня у нас в гостях замечательный, не побоюсь этого слова, замечательный воблер Strike Pro Montero 130SP. Воблер отлично зарекомендовал себя в прошлом рыболовном сезоне, но, к сожалению, не у меня, а у моего друга с киркой Юрия Алексеевича. Сейчас мы покрутим этот воблер, посмотрим, в чем он лучше, в чем хуже, чем у СП Асура Рудра. Сравним эти показатели. В конце видео я расскажу вам о том, что творил этот воблер в руках моего друга в прошлом рыболовном сезоне. Начнем наши тесты с визуальных характеристик. Визуальные отличия, визуальные сходства. Я долго сравнивал эти воблеры. Они очень похожи друг на друга. Если не обращать внимание на мелкую деталировку головной части, размер глаз, во всем остальном эти воблеры очень схожи. Перемерил я их вдоль и поперек. Нашел одну небольшую разницу. Вы можете ее сейчас видеть на видео. Это ширина лопаточки. На 1 мм у Strike Pro Montero уже лопаточка, чем у СП Асура Рудра. Во всем остальном воблеры идентичны. Длина воблера от начала лопаточки до конца его. Длина воблера от заводного кольца до его конца. В общем, ширина, обхват, все размеры идентичны. Небольшие отличия в деталировке головной части, но это в целом ерунда. Форма лопаточек очень схожа друг на друга. Размещение петель под заводные кольца аналогично. В общем, на 99% тела этих воблеров схожи между собой. Вес воблеров. Рудра 20 грамм. Монтерра 20,6 грамма. Цифры очень близкие. А если еще учитывать то, что вес тел воблеров приблизительно одинаковый. Вся разница кроется в фурнитуре, а именно в заводных кольцах. Кольцо ОСП Сура Рудра гораздо меньше, чем кольца Страйкпро Монтерра. Можете в этом убедиться наглядно. Если оснастить воблеры одинаковыми заводными кольцами, то и по весу воблера будут идентичными. Дальность заброса. Как всегда, 30 пробных забросов. Кривые забросы, непараллельные линии замера мы не учитываем. Средняя дальность полета воблера Страйкпро Монтерра 130СП составила 45 метров. Этот показатель выше, практически на метр, чем у оригинала. В чем причина? Система дальнего заброса срабатывает до конца чаще, чем у оригинала. Вся причина, видимо, в меньшем диаметре шаров или в большем пространстве внутри тела воблера. Плюс, конечно же, вес воблера, который больше, чем у Рудры на 0,6 грамма. Летит воблер хорошо. Система дальнего заброса срабатывает практически всегда. Да, максимальная дальность полета составила 48 метров. Это на 3 метра меньше, чем у ОСП Асура Рудра. Но более продуктивная работа системы дальнего заброса вывела показатель Страйкпро Монтерра 130СП выше на 80 сантиметров, чем показатель дальности полета воблера ОСП Асура Рудра 130СП. Тест плавучести воблера. Страйкпро Монтерра 130СП заявлено как воблер суспендер. Сейчас мы проверим, насколько он суспендер без заводного кольца и с поводком. 20-ти сантиметровая скрутка, проволока ФВ, сечение проволоки 0,3 мм. Смотрим. Воблер принял небольшую положительную плавучесть и медленно всплывает. Обратите внимание на то, что воблер занимает в воде немного другое положение, чем у ОСП Асура Рудра. Он немного менее наклоняет головную часть вперед. После этого теста я склоняюсь к тому, что внутреннее пространство воблера Страйкпро Монтерра 130СП больше, чем пространство ОСП Асура Рудра 130СП, потому как воблер тяжелее и при этом все-таки он всплывает. Оригинал медленно тонущий, копия медленно всплывающая. Тест на звук. Какой звук в процессе проводки издает Монтерра 130СП? Слушаем. Теперь послушаем, какой звук издает Рудра. Громкость звука издаваемого воблерами практически одинакова. У копии он немного более звонкий, у оригинала более глухой. Более звонкий он из-за того, что у шаров имеется большее пространство для движения внутри тела воблера. Это хорошо ощущается при поперечном движении воблеров. В целом звук очень схожий. Насколько хорошо покрашен воблер? Сейчас мы это проверим. Все видите своими глазами. в состоянии лако-красочного покрытия оставляет желать лучшего. Игра воблера. Воблер StrikePro Monterra 130СП обладает красивой игрой, имеет роулинг, имеет собственную игру. Есть намек на сходство с игрой ОСП Сура Рудра, но отличия заметны. Более мелкочастотные движения. Роллинг немного отличается от движений ОСП Сура Рудра. Игра воблера это очень важный показатель, потому копия, не копия сложно сказать. Я бы сказал игра отличная. Если она в чем-то не схожа с оригиналом, значит она другая. Воблер не особо упорист, легко заводится, легко контролируется. Далее на видео обратите внимание насколько высоко воблер забрасывает свое пузо. Это очень красиво, немного по-другому, но все же будет работать однозначно. Подведем итоги. Начну с того, что Монтера уже себя хорошо зарекомендовала в прошлом рыболовном сезоне. Мой друг очень успешно рыбачил на этот воблер. Он стал его любимчиком. Сейчас я покажу вам несколько фотографий этого воблера, дабы придать какой-то вес своим словам, поскольку так получилось уж немного мы снимали, а то, что снимали не очень хорошего качества, а бы что вылаживать не хочется. Но, как говорится, все впереди. Не отвлекаемся. Посмотрите на этот воблер. Пол, половина где-то рыболовного сезона. Купили мы с ним по такому воблеру где-то в июле месяце. Но у меня руки до него не дошли, потому как очень много было обновок. полторы сотни больших миношек. Все просто не перебросаешь. Так что воблер однозначно рабочий. Я даю вам гарантию. Сейчас поговорим о наших тестах. Большим минусом является лакокрасочное покрытие. Покрашен воблер гораздо хуже, чем ОСП Сура Рудра. Летит воблер отлично так получилось, но у меня он побил результат оригинала. Имеет красивую отличную от оригинала игру. По громкости звучания примерно одинаково воблера звучат. С весом мы тоже разобрались. Воблера одного веса. Разная плавучесть у воблеров. Монтера медленно, очень медленно всплывает и занимает в воде немного другое положение. Под другим углом воблер замирает в толще воды. Значительных минусов, кроме покраски, у воблера нет. Хороший полет, красивая игра. В общем, во всем воблер хорош. Ни одну рыбалку был свидетелем его результативности. В общем, всем советую данный воблер. При том, что трехкратная разница в цене, отличия во всех аспектах просто минимальные. И в том числе это касается уловистости воблера. В следующем видео я хочу рассказать вам о своем понимании такого воблера, как Jackal Maxquad 115 SP. Всем, кому понравилось, подписываемся на канал, ставим лайки. Ну, а пока всем ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч. Субтитры субтитры